Кризис 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 Нам просто нужно знать это. Потому что от ответов зависит безопасное будущее наших детей. Нам хочется верить в счастливое, полное изобилие, безопасное будущее. Сейчас оно не кажется безопасным. Мы уже не можем себе позволить закрывать глаза перед очевидными угрозами. Мы уже не можем больше верить в этот балаган, этот бесконечный театр марионеток. Мы хотим управлять своим будущим. Самостоятельно. 7 июля 2008 года глобальному кредитному кризису исполнился ровно год. 15 сентября 2008. Акции Лемон Браздерс рухнули на 90%. В этот день банкротство Лемон Браздерс обрушило европейские фондовые индексы. 6 октября обрушились европейские индексы. Тоже постигло и Америку. Индексы посыпались в первые минуты торгов. На следующий день фондовые индексы обрушились по всему миру. 15 октября бюджет США поставил рекорд дефицита. 16-го рынок российских акций открылся обвалом котировок. Даже рост экономики Китая стал меньше 10%. Рекордный спад за 4 года. Разрыв между богатыми и бедными достиг 20-летнего максимума. Меньше чем за 20 дней финансовая отчетность одного из банков, которых в мире миллионы, спровоцировала паническую реакцию по всему миру. В период с октября по декабрь 2008 года в странах Восточной Европы и в особенности в Украине разразился финансовый, а за ним производственный кризис, который привел к резкому сокращению производства, стремительному обнищанию людей и росту числа безработных. Меньше чем за 20 дней практически все жители Земли произнесли слова «глобальный кризис». Впервые на Земле слово «кризис» произнесли одновременно практически все президенты всех стран, руководители крупных финансовых структур и корпораций. Впервые в истории на планете не осталось места, где можно было бы спрятаться или спасти свои сбережения. 15 ноября 2008 года в Вашингтоне прошел саммит «Большой двадцатки», на котором руководители самых крупных стран мира обсуждали мировой финансовый кризис. Слово «мировой» и слово «кризис» собрало элиту всех развитых стран в одном месте. Однако после этой встречи стало очевидным лишь то, что земляне столкнулись с проблемой, которой не было в истории, и в истории не найти примеры для ее решения. Необходимо абсолютно новое мышление. Новое мышление в масштабе всех стран, всех континентов. Но в чем оно должно выражаться? На этот раз кризис связан не с конкретной компанией или отдельным сегментом финансовой системы. Вся система в целом поставлена на грань развала. И сдержать этот процесс удается с огромным трудом. Кризис будет иметь долгосрочные последствия. Это отнюдь не привычная для бизнеса ситуация. Это окончание целой эры. Джордж Сорос Мировой финансовый кризис может стать катализатором создания общества нового типа, объединенного в своих устремлениях и целях. Посмотрев назад, историки скажут, что это было не обычное время, а решающий момент. Беспрецедентный период глобальных перемен. Сейчас время, когда закончилась одна глава и началась другая. Для наций, континентов, для всего мира. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Речь идет о глобальном кризисе, и потому требуется глобальный ответ. Президент США Барак Обама. Кризис будет воздействовать на нас и ощущаться во всем, по-разному в разных частях мира. Не позволит никому убежать в нишу, вынудит в итоге к общению и доброй связи. Прямо сейчас или через период озлобления и войн. Член Совета Мудрецов Мира Михаэль Лайтман. Все финансовые и экономические кризисы, периоды застоя экономических депрессий, вплоть до настоящего времени, имеют одну и ту же тенденцию. Они усиливаются. Последствия этих кризисов носят все более тяжелый и затяжной характер. Каждый из последующих кризисов затрагивает все больше секторов экономики, все больше людей и стран. Они становятся все глобальнее. Существует множество объяснений причин экономических спадов и кризисов. Есть теория, объясняющая кризисы, эпидемии, крупные стихийные бедствия и катастрофы естественными колебаниями в природе. Причиной может быть солнечная активность, лунные циклы, влияние планет, звезд и так далее. То есть теория о том, что повторяющиеся космические циклы и запускают негативные процессы в нашем обществе. Существует иная теория, по которой в причине всех кризисов лежат объективные факторы, меняющие лицо мировой экономики. Среди них все чаще слышны обвинения в адрес инфляции, разрушительные работы так называемых денежных мультипликаторов. Последние превращают реальные деньги в ничем не подкрепленные обещания банков. Все это – атрибуты так называемой «новой экономики». По этой теории мы должны принимать развитие мировой экономики как стихию, мало поддающуюся контролю. И наши кризисы – это просто неумение вовремя предугадывать и ловко маневрировать в стихии современной экономики. Еще одним объяснением является теория управляемых экономических кризисов. Она основана на предположении, что во главе всех экономических систем во всем мире стоит мощная и сплоченная группировка международных банкиров и владельцев крупнейших транснациональных корпораций. Иными словами, экономика просто принадлежит крупным бизнесменам. Именно под интересы этой группы людей была создана современная финансовая система США, а также ряд международных финансовых институтов, таких как Международный валютный фонд и Мировой банк. Согласно этой теории, влияние мировой бизнес-элиты уже давно вышло за пределы чисто экономических отношений. Она поставила себе на службу не только экономики целых стран, но также их правительства, армии и спецслужбы. Целью этих людей, которые, возможно, никогда и не видели друг друга в лицо, является получение прибыли в неограниченных размерах. Неограниченно долга. Естественно предположить, что конечным условием этого является получение власти над всем миром, полной и незаметной. Таким образом, сам денежно-экономический принцип взаимодействия между людьми, основанный на постоянном страхе за завтрашний день, на ложной необходимости обманывать и выживать за счет страданий других, приводит мир к неминуемому краху. Люди, поколение за поколением, вырастают в этой ложной картине действительности, оставаясь рабами этой системы. Но даже рабам сегодня придется очнуться от иллюзий, потому что теперь им не гарантирована даже их рабская похлебка. Однако независимо от того, что является формальной причиной кризиса, солнечная активность, теория экономических волн или группа абсолютно безнравственных и фантастически жадных бизнесменов, любой из кризисов всегда приводит к человеческим страданиям, к нашим с вами бедам. И от любого из этих объяснений нам не станет легче, потому что кризисы повторяются с завидной регулярностью, с нарастающей силой и со все более ужасными последствиями. Самое удивительное, что даже если все теории окажутся частично или даже полностью верными, мы поймем, что и эти процессы тоже являются всего лишь следствием, следствием более глубоких, скрытых и сильных причин. Однако, может быть, мы не абсолютно пассивные рабы системы, может быть, мы не лишены шанса влиять на ситуацию, и не все зависит от миллиардеров, советников президентов и солнечной активности. А что, если в каждом из нас есть какая-нибудь затаившаяся способность влиять на этот огромный и сложный мир? Давайте взглянем на простую модель. В корне любых экономических отношений лежит одна ключевая идея – получение прибыли. Между нами выстраиваются отношения, в которых явным является желание каждого из нас получить максимальную прибыль за счет другого. Допустим, есть вы, ваш партнер и самый обычный принцип взаимодействия – постоянное получение прибыли одного за счет другого. Должно ли это привести к кризису? В математической теории случайных процессов есть хорошо известный пример. Допустим, вы и ваш партнер подбрасываете монетку, и проигравший каждый раз отдает победителю доллар. Если игра идет до полного разорения одного из участников, то вероятность итогового выигрыша каждого из них пропорционально исходной сумме, которой они располагают. Например, если у вас вначале есть 10 долларов, а у партнера 90, то ваши шансы на победу всего 10%, а у партнера 90. Факт, в общем-то, вполне естественный и понятен на уровне здравого смысла. Однако из него следует, что при прочих равных условиях в абсолютно свободной рыночной экономике богатые становятся все богаче, а бедные все беднее. Потому что рыночная экономика представляет собой именно такую систему. Вот мы и видим, что более 40% человеческих ресурсов принадлежит всего менее чем 2% людей. И эта диспропорция продолжает стремительно расти. Окончательным итогом работы этой системы будет то, что рано или поздно один из участников игры разорится. И тогда игра просто исчерпает себя. Произведенные продукты некому будет покупать, а их производство потеряет всякий смысл. Иначе говоря, мы получим глобальный кризис, который полностью разрушит экономику. Правда, тогда проявят себя благотворительные организации и просто возьмут немного денег у выигравшей стороны и отдадут разорившейся. Таким образом, безнадежная игра продлится еще немного. Кроме того, когда второй игрок балансирует на грани разорения, его намного проще контролировать. Могут также появиться регулирующие законы и организации, которые замедлят процесс обогащения одних и разорения других. Но сути это не изменит. Неизбежно один будет разорен, и тогда вся система самоуничтожится. На протяжении истории кризисы случались уже неоднократно. Но каждый раз был какой-нибудь третий игрок, который мог продолжать игру с новыми силами. Были независимые рынки, процветающие страны. Некий резерв вариантов. Однако в нашей последней стадии глобализации последние из запасных игроков связались глобальными связями со всеми остальными в единой финансовой сети. То есть практически все мировые финансовые институты сплелись в одну, тугую и неэффективную сеть. И как только один, небольшой игрок проиграл, все участники игры посыпались за ним по принципу домино. Вся система попала в кризис, и играть стало не с кем. Конечно, крупные бизнесмены, обладающие половиной земных ресурсов, вряд ли испытают на себе худшие последствия кризиса. Такие как голод или нехватка воды. Возможно, этот кризис даже окажется им на руку и подарит новые рычаги контроля над миром. Однако эта модель неизбежно приведет остальное большинство населения Земли к нехватке продовольствия, воды и медикаментов. И как следствие, к новым конфликтам. Таково вероятное будущее. А тем временем, прямо сейчас, в настоящем, разрыв в имуществе и возможностях между сверхбогатым меньшинством и бесперспективным большинством нарастает рекордными темпами. Но не забудьте, что в нашем примере, кроме участников игры, есть еще один параметр. Это сам принцип игры. Или, если хотите, правило игры. Ее суть. Независимо от того, что стало причиной, банкиры, солнце, статистика или что-то другое, всегда перед самым кризисом мы обнаруживаем элемент, на который мы практически не обращаем внимания. Мы замечаем, что кризис сопровождается проблемами и кризисом в человеческих отношениях на всех уровнях. Однако мы все привыкли говорить об отношениях между людьми только как о следствии системы, как о фатальности, как о чем-то от нас независящем. Но так ли это? Солнечная активность, отношения между нами, кризис. Падение бирж, отношения между нами, кризис. Экономические закономерности, отношения между нами, кризис. Отношения между нами, кризис. Почему мы так уверены, что причина лежит в банкирах, деньгах, солнечной активности? Может быть, это только формальные причины, а истинная причина – это отношения между нами? Если счастье в нашей жизни зависит от наших отношений, то почему мы даем возможность влиять на них банкирам, солнечной активности или еще чему-нибудь? Разве не от меня зависит, как я отношусь к соседу, коллеге, семье, детям, ко всему миру? Возможно, улучшив принципы отношения друг к другу, принципы, по которым мы живем каждый день, мы придем к гармоничному сосуществованию и процветанию. Однако, что это могут быть за новые отношения, которые могут изменить весь мир? Ведь в глобализованном мире они должны быть приняты всеми, иначе мировая система просто не заработает. И самое главное, где найти незыблемые правила для всего человечества? У политиков. У них только одна игра. Власть. Борьба за власть определяет все их правила. Людям, конечно, хочется надеяться на то, что придет добрый правитель и все исправит. Весь мир замер в ожидании чуда, наблюдая за результатами выборов в США в самый разгар мирового финансового кризиса. В день выборов президента Соединенных Штатов в ноябре 2008 года американские фондовые рынки даже начали стремительно расти. Новый президент Барак Обама еще даже не успел пройти своей официальной инаугурации, как наутро, сразу после выборов. Американские фондовые индексы вновь покатились вниз. «Мы стоим перед величайшим экономическим вызовом в нашей жизни, и мы будем действовать решительно, чтобы справиться с ним», заявил Обама. Однако мы помним, как самые решительные меры политиков, к сожалению, неизбежно приводили к еще большим кризисам и страданиям миллионов людей. Может быть, у бизнесменов есть ответы для всех нас? И нужно просто напечатать побольше цветных бумажек? Но это игра, в которую мы играем уже несколько тысяч лет. А сегодня мы стали обреченными заложниками этой порочной системы. Так где же искать способ построить мир новых гармоничных отношений между нами? Должны же где-то существовать ответы на эти вопросы? Должны. Мы должны понять, что во всем, что с нами происходит, есть какая-то руководящая сила, какой-то фактор или закон, который приводит нас ко все большим кризисам. А сегодня приводит к глобальному. Обязательным условием выхода из кризиса является знание законов или сил, которые управляют нами, каждым из нас. И главное, нужно верно определить направление, куда нас подталкивает сама природа своей гармонии. В поисках ответов мы изучали мнения самых смелых и известных ученых, современных философов и общественных деятелей. Мы просматривали тысячи страниц в интернете. Мы надеялись найти цельную и адекватную систему, дающую понимание природы современного кризиса. Так мы нашли архивы уникальных встреч, которые проходили на протяжении нескольких лет в Японии, Швейцарии, Германии. На этих встречах самые выдающиеся мыслители, ученые, культурные и общественные лидеры современности обсуждали вопросы, как сделать наш мир лучше и как избежать надвигающегося кризиса. Среди них мы нашли удивительного человека, ученого, члена Совета Мудрецов Мира, основателя Международной Академии Кабалы, Михаэля Лайтмана. Как выяснилось, Лайтман соединил в себе практицизм современной науки с опытом и знаниями, которые собирались тысячелетиями. И он уже многие годы пытается достучаться до сознания ученых и политиков, общественных деятелей и бизнесменов, чтобы сообщить о надвигающемся кризисе. А главное, о том, что его можно избежать. Зал Миллениума, Нью-Йорк, 1500 человек. Сан-Франциско, Силиконовая долина. В зале Мировая компьютерная элита. Встреча со светилами квантовой физики, лауреатами Нобелевской премии. Российская Академия наук, встреча с профессором Капицей, выступление перед ведущими учеными России. Огромные очереди на его лекции в Москве, Большой зал библиотеки имени Ленина. Дом культуры «Москвич». Его приглашают самые популярные программы телевидения и радио. Дибров, Максимов, Гордон, Эхо Москвы, радиостанция «Россия», «Маяк». Мы связались и встретились с этим человеком. И он нам дал действительно реальные, полные и системные ответы на вопросы. Почему с нами это происходит? Что управляет нами? И как можно сделать завтрашний день счастливым, наполненным и гармоничным для всех нас. Здравствуйте. Вы могли бы сказать несколько слов о той науке, которую вы представляете? В принципе, мои знания базируются на науке, которой 5000 лет, которая возникла еще в Древнем Вавилоне. Называется она наука Кабала. И все, что она предсказывала до нашего времени, так и сбылось. И начиная с нашего времени и далее, она прогнозирует все эти события, она рассказывает о том, что мы должны объединяться. Причем в нашем объединении мы должны учитывать друг друга как члены одной семьи. Что не может быть кому-то лучше за счет другого. И поэтому, если я сейчас отношусь к миру, восстанавливаю какую-то систему, допустим, экономическую, взаимную, политическую, не важно, какие системы, я должен всегда думать о том, что эти системы будут для всех добры, благи. А что происходит с миром? Что происходит с миром? Мир становится круглым. Есть, которые утверждают, что он однополярный. Есть, которые считают, что он должен быть многополярным. Но это, и это, и это неверно. И в этом проблема, если будем стремиться сделать мир или одно, или многополярным. Нам надо сделать его круглым. Где все, абсолютно все зависит друг от друга. Все в равной степени важны. Могли бы вы это пояснить? Если мы посмотрим на живой организм, как все его взаимодействия происходят внутри гладко, слаженно, вместе, таким же образом, естественно, нам надо создать и наше человеческое общество, если оно тоже представляет собой единый человеческий организм. И отсюда мы можем видеть, какие впереди и перед нами должны быть решения. То есть, все, что построено на противоречиях, мы должны сразу же отмести. Все, что построено на взаимном, добром взаимоотношении друг с другом. То есть, не так, что твое, твое, мое, мое. А если я должен заботиться, если я буду заботиться о благе других, потому что они являются частью моего тела, то тогда, естественно, что те решения, которые мы примем, они будут нам во благо. То есть, правильно ли считать, что отношения между людьми в современном мире и есть причина кризиса? Я не считаю, что это кризис, хотя я называю его кризисом, как и называют это все. Это просто те сопротивления природы, которые мы сами на себя вызываем, потому что мы противостоим геей. И поэтому не надо называть это кризисом, надо называть это просто раскрытием тех неполадок, которые есть на сегодня в человеческом обществе. Если мы все эти неполадки между нами исправим, если мы совосстановим между нами нормальную гармоничную связь как части одного тела, то тогда все эти проблемы идут. Если же нет, то они снова возникнут в другом виде, намного более острым. Кризис будет более качественным. То есть, он будет касаться уже более тонких слоев нашего естества, и нам, естественно, будет хуже от этого, намного хуже. То есть, стоит нам уже сейчас начать исправлять себя в состоянии вот этой всеобщей глобальной системы. Почему кризис начался с финансовой системы? Кризис начался с финансовой системы, потому что это система самого главного нашего взаимодействия. Это система, которая позволяет достичь каждого человека в мире. Сегодня мы находимся в мире, где обеспечиваем друг друга абсолютно все. Если вы возьмете и зайдете, допустим, в ваш супер, в любое другое место, где вы получаете все необходимое вам для жизни, вы увидите, из каких стран мира вы получаете. Кроме того, если вы начнете исследовать, а из каких частей состоит, допустим, купленный вами товар, вы увидите, что и еще из каких стран мира вы это все получаете. То есть, получается так, что сегодня нет ни одной частички в мире, которая была бы создана в каком-то определенном месте и только от нее зависела. Мы видим это очень сильно на примере России, которая думала, что она добывает нефти с земли, никого при этом не привлекая к этому, то есть, полностью зависит только от себя. И вдруг мы увидели, насколько этот кризис оказывается сказывается на абсолютно всех уровнях жизни страны, которая, в принципе, может себя во всем обеспечить. То есть, это невозможно. Мы связаны друг с другом внутренне, мы связаны друг с другом, я бы сказал, даже не экономически, а природными связями, внутренними, душевными, духовными связями. И они нам не дадут разъединиться, отдалиться даже друг от друга. Наши все попытки прийти к какому-то отдалению, прийти к какому-то, прийти к какому-то отдалению друг от друга, какой-то независимости друг от друга, они приведут к еще большему кризису, то есть к еще большему сопротивлению природы. Современные люди, оказавшись перед реальностью экономического глобального кризиса и не понимая его истинных причин, пытаются решить его политическими или экономическими рычагами. Может ли это сегодня помочь человечеству? Современные правительства, ученые, экономисты, социологи, все ищут решения из этого кризиса. Я не думаю, что обычным путем они смогут это решить. Я надеюсь, что они сделают меньше ошибок и будут на них учиться. Я не верю в то, что они смогут сегодня сразу же согласиться с тем, что предлагает им на самом деле мое решение, потому что оно находится на уровне, на котором они не могут командовать. Это не армия и это не валюта. Поэтому вопрос находится на уровне воспитания, на уровне перевоспитания человека. Это самая большая проблема в обществе, проблема воспитания, это проблема всего мира. Но к этому подвела нас сегодня природа, и мы обязаны понимать, что это ключ к выживанию даже, не к хорошей жизни, к выживанию. Что люди могут сегодня сделать на общественном и государственном уровне, чтобы начать выход из этого кризиса? Власти должны понять, что только в общем согласии между собой, только в создании единой общей гармоничной системы, которая будет управлять всем миром поровну, взаимно, в согласии, они придут к тому, что действительно не только сами смогут быть действительно властью и теми, кого поддерживает человечество, а и для себя, в том числе, самих себя, на личном уровне, они обретут при этом огромное наслаждение от того, чем они занимаются. Потому что на сегодняшний день им дан шанс для того, чтобы сделать человечество безопасным, счастливым, уравновеженным и не привести нас к угрозе уничтожения. Рекомендации заключаются в том, чтобы все силы, которые есть сегодня у человечества, все средства массовой информации, какие только есть в нашем распоряжении, все системы воспитания, образования, они были бы брошены только на воспитание и образование человека в этой глобальной системе, чтобы человек понимал, чтобы человек осознавал на многих примерах из общества, из взаимодействия между собой природой на растительном и животном уровне, каким образом мы должны сделать таким же образом подобным и наше существование, и наше земное общество. Как только мы это знание доведем до широких слоев общества, то сразу же мы начнем ощущать на себя благие реакции со стороны природы. Последствия финансового кризиса уже почувствовал практически каждый человек на Земле. Мало кто верит в здравомыслие власти и чиновников в этой ситуации. Что может сделать сегодня обычный человек, чтобы противостоять кризису? Рекомендация конкретно заключается в том, чтобы человек начал относиться к другому, как к самому себе. Потому что на самом деле сегодня так взаимно связано с остальными, что только в правильном, взаимном, благожелательном отношении друг к другу мы сможем найти решение этого конфликта. Иначе он будет продолжаться, нарастать и будет прибавляться еще на более высоких уровнях огромными страданиями. Мы знаем, что на протяжении последних лет вы встречаетесь с различными учеными, видными политическими и общественными деятелями. И настойчиво пытаетесь им что-то объяснить. Что вы хотите донести до их сознания? Если бы каждый человек прислушался бы к нашим рекомендациям и пожелал бы их реализовать, в ту же секунду, в то же мгновение, мы бы стали бы не в противоречии с природой, а в согласии, в гармонии с ней. И тогда мы бы почувствовали, что весь мир уже начинает меняться, даже если мы еще не занимаемся исправлением общества, даже если мы еще не восстановили правильную связь между собой. Но уже это желание идти в этом направлении, восстановить между собой правильную связь, как отдельные части, но одного организма, восстановить вот эту взаимную связь, эту глобальность, эту общую маленькую деревню, чтобы мы чувствовали себя общностью, зависимой абсолютно друг от друга. Если мы сможем таким образом показать человечеству, что в этом возникают наши проблемы, и только так мы можем их решить, то мы выйдем из этого состояния. Так есть ли надежда у человечества на благополучный и быстрый выход из кризиса и переход в новую эру добрых отношений? Есть ли у нас надежда на выход из кризиса, на счастливое будущее наших детей? Несомненно, и в любом случае, да, природа обязана нас привести именно к этому состоянию, к равновесию с собой. Но насколько мы будем упираться, настолько мы будем ощущать ее удары, и настолько мы будем еще дольше пребывать в этом кризисе и в других кризисах, которые придут за этим. И поэтому зависит только от нас сократить наш путь до самого совершенного доброго состояния в равновесии с природой, или сделать его жестким, очень длительным, крайне неприятным, вплоть до мировых войн и огромных уничтожений, голода, всевозможных волн, эпидемий и так далее, всего чего только можно себе представить, потому что вся многоградность природы, все, в чем мы существуем, мы относительно всей этой природы находимся, не только между собой, относительно всей этой природы находимся в отсутствии равновесия. И поэтому удары могут быть непредсказуемы и сыпаться со всех сторон, на любых уровнях. Это экология, это биология, то есть эпидемии, это, конечно, развалы семьи сегодня, депрессии, и наркотики, и терроры, все возможные на человеческом уровне. То есть на любых уровнях мы можем испытывать огромные-огромные удары природы, и мы их сами же должны понять, что мы их сами же вызываем, и поэтому только от нашего осознания мы можем сократить их и сделать наш путь быстрым, гладким, приятным уже сегодня. То есть если мы осознаем, что у нас нет другого пути, и что нам надо действительно изменить себя, каждый себя, то мы это быстро преодолеем, и придем к той же цели, но быстро и приятным путем. Если бы наш фильм смог увидеть каждый человек на Земле, что бы вы хотели ему сказать? Исход он один. Все равно в итоге мы придем к равновесию с природой, к комфортному, к совершенному состоянию. От нас только зависит сегодня, от всех людей в мире и от вас, каким образом мы этого достигнем. Тысячелетиями люди берегли и передавали знания, способные раз и навсегда изменить мир. Сейчас подходящий момент наконец настал. Волею судьбы Михаил Лайтман стал живым носителем этих знаний, наделенным энергией и желанием поделиться ими со всеми, кто в них нуждается. Сегодня мы нашли и постарались передать вам часть этой мудрости, часть знаний, которые могут кардинальным образом изменить к лучшему всю вашу жизнь. Что вы сделаете с ними? Поделитесь ими с миром? Или будете дальше ждать утешительных новостей из ящика? Ждать, что хорошие дяди повысят вам зарплату и все наладится? Независимо от того, что вы будете делать с вашими знаниями дальше, помните, наше будущее целиком зависит от того, как быстро мы захотим разобраться, что же такое на самом деле «Возлюби ближнего, как самого себя». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова